Образовательное новоселье. В селе Судра Мавельского района открылась новая школа на 90 мест. Ее ждали несколько лет. В 2013 году жители села обратились за помощью губернатору Игорю Орлову. И спустя 4 года в новом здании звучат детский смех и школьные звонки. Торжество в честь открытия новой альмаматора отметили всем селом. Благодаря современному оборудованию в школе внедряют новые методы и технологии обучения. Есть идеи создания на базе учреждения инновационного и спортивного центров. В поселке Коныша продолжается возведение жилья по региональной программе расселения аварийного жилфонда. Уже построены два трехэтажных многоквартирных дома, общей площадью более 2500 квадратных метров. Всего 52 квартиры, в которые уже заезжают новоселы. Удрущает то, что территория вокруг новостроек неблагоустроена. Подрядчик пообещал, как только позволит погода, оперативно устранить замечания. В прошлом году в Конышском районе сдали 20 тысяч квадратных метров жилья. В планах властей на этот год построить более 30 тысяч квадратов. На острове Ягры провалился под лед человек. Таковой была легенда, по которой прошли учения северодвинских спасателей. Им необходимо было отработать разные методы эвакуации утопающего на берег. Как при помощи спасательной доски, так и без нее. Также сотрудники МЧС отработали навыки по оказанию первой медпомощи пострадавшему. Сейчас в Северодвинске две группы спасателей ежедневно патрулируют водные объекты. Одна дежурит в районе острова Ягры, другая обезжает городские окрестности. Везде выход на лед категорически запрещен. На реке существуют большие промойны. Лед хрупкий и легко проваливается под весом человека. В поселке Абазерский Плесецкого района филиалу Новодвинского индустриального техникума подарили новый тренажер «Харвестер». Он пополнил технопарк учебного заведения благодаря помощи группы компаний «Титан» и «Архангельского ЦБК». Этот образец «Харвестера» уникальный. Его используют как экскаватор и как перегружатель. Теперь ребят можно будет обучать по спецпрограммам и готовить полноценных водителей категории D и E. А это гарантия трудоустройства на крупных производствах. Судебные приставы Котласа провели рейд по квартирам неплательщиков за коммунальные услуги. Сегодня Сальвичегодский участок Северной дирекции по тепловодоснабжению терпит миллионные убытки. Причем не платят как жильцы ветхих деревяшек, так и благоустроенных квартир. Проблема неплатежей стоит остро. Только в поселке Вычегодском около 600 неплательщиков. В производстве судебных приставов дел на сумму более полутора миллионов рублей. Уже в третий раз жители Новодвинска приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант» Соревнование на знание русского языка проходило в гимназии города Бумажников. За парты сели 23 ученика. Диктант подготовил современный прозаик Леонид Юзифович. Он написал тексты о Санкт-Петербурге и Неве, городе Пермь и реке Кама. Новодвинсам досталась третья часть диктанта под названием «Улан-Удэ селинга». Этот вариант участникам показался намного легче, чем диктант прошлого года. Того, кто лучше всех справился с заданием, ждут призы от городского управления образования. В селе Заостровье Приморского района реставрируют один из древнейших храмов области. Сретенская церковь преображается на глазах. На обители появились восемь куполов. Все они изготовлены по старинной технологии. Центральный купол весит около полутора тонн. Их покрывают деревянным лемехом, под которым береста. Храм является памятником архитектуры конца 17 века. Закончить внешнюю реставрацию должны к началу лета. Затем возьмутся за внутренние помещения. Соловецкие острова вошли в десятку самых популярных мест для паломнических поездок. Такие данные опубликовало аналитическое агентство Турстат. Рейтинг возглавили Сергеев Посад из Венигород. Далее Нижегородская и Ярославская области. На четвертом месте Карельский Валаам. Соловки занимают восьмую строчку в рейтинге.